19 мая физкультурно-оздоровительный центр Полесья-Арена принимал чемпионат по армрестингу в рамках круглогодичной спартакиады коллектива физической культуры открытого акционерного общества «Мозорский НПЗ». Сегодня у нас проходит первенство завода по армрестингу. Принимает участие у нас 16 цехов. Это более 70 участников. Первенство проходит в семи весовых категориях. Я думаю, что будет интересно посмотреть за борьбой. Во всех весовых будет упорная борьба. Как всегда, на состязании мастеров армрестинга на Мозорском нефтеперерабатывающем заводе была весьма квалифицированная судейская бригада. Мы очередной раз проводим наше первенство завода по армрестингу. У нас категории 70, 75, 80, 85, 90, 100 и свыше 100 килограмм. В каждой категории участвуют 5 участников со своего производства. На соревнования мы уже второй раз приглашаем судью национальной категории. Это Середич Александр Казимирович, который приехал к нам с города Бобруйска. Отметив, что в следующем году состязания будут проводиться как на правую, так и на левую руку в засчет командного первенства, обратив внимание на одного из лидеров дружины пятого цеха, действующей победительницы круглогодичной спартакиады коллектива физической культуры Мозорского НПЗ. Команду собирали, как бы тщательно отбирали, старались разнести всех по весовым категориям, чтобы не попадали вдвоем. Настрой команды боевой, вроде бы все готовы. Посмотрим, как пойдет борьба. Все соперники тоже готовились к этим соревнованиям. Как видно, эститер Дмитрий Полуянов выиграл свою весовую категорию до 75 килограммов. В весе до 70 килограммов представитель участка охраны Виталий Сегай стал лучшим. Вес до 85 килограммов Данил Веренич, пятый цех, а в группе спортсмена весом до 90 килограммов. Победу одержал Андрей Ворошкевич, топливно-каталитическое производство. И еще один мастер борьбы на руках из этого производства Андрей Любченко стал сильнейшим в самой тяжелой весовой категории свыше 100 килограммов. В этом году команда топливно-каталитического производства представлена пятьсю спортсменами. Это Любченко Александр, Ворошкевич Андрей, Рыбак Вадим, Стальмаков Андрей, Корбит Олег. В прошлогодний турнир показали ребята второй результат, второе место заняли. В этом году настраиваемся. Я смотрю, что все цеха подготовились к этому году. Очень интересные будут схватки. Отметим, что команда топливно-каталитического производства заняла третье место. Вторая позиция у цеха номер пять. Наконец, Перинста. Производство переработки тяжелых нитяных остатков. Здесь два победителя своих категорий. В весе до 100 килограммов Константин Черич был лучшим, а в весе до 80 килограммов победил Александр Калахов. Цех представляет Григорович, начальник цеха непосредственный. Получается, ребята в цеху достаточно сильные. Команда такая у нас машинисты, рабочий класс, специалисты хорошие. И все крепкие ребята занимаются непосредственно, уделяют этому спорту время. И завод это поощряет. Поэтому есть, опять же, к чему стремиться. Также проводился отдельный турнир в абсолютном зачете, где победу на правую руку одержал уже знакомый нам Александр Любченко из топливно-каталитического производства, которое представило еще одного чемпиона. На левую руку Андрея Ворошкевича. Он выиграл и суммарный абсолютный зачет. Но и благодаря своей командной победе производство переработки тяжелых нитяных остатков вышло на третье место в общем зачете. Круглогодичные спартакиады. 106 очков. Второе место у топливно-каталитического производства. 138 баллов. На конец лидеры представители пятого цеха 164 очка с довольно высокими шансами на защиту титула лучшей спортивной дружины своего родного и любимого предприятия.